Present Perfect употребляется со словами Ever, never, yet, already, just, since, for, lately, recently, before. И сегодня бы я хотела остановиться на словах since – это с, точка начального периода, и for – это обозначает именно период времени. И первый пример. I haven't seen you since summer. Я не видел тебя с лета. И я не видел тебя, for ages, бесконечность. I haven't seen you for ages. С июня, since June, с лета, since summer, с 1999 года, since 1999, мы с вами говорили уже о том, что даты мы делим на две части, и потом делим, читаем сначала левую часть, 19, 19, и вторую часть, правую, 99. С моего рождения, с моего рождения, с моего рождения, аналогично, since my birthday. Да, Кирилл, правильно, since my birthday. Абсолютно верно, Леся. И теперь, как сказать, целую вечность. Вот я не видела тебя, целую вечность. Да, for ages, это надо запомнить. For ages. А в течение долгого периода? Значит, это период времени, долгое время. Смотрите, Евгений, если вот у вас какой-то период времени, а это долгое время, значит, мы ставим for, вот период времени, долгое время. А если вот начальная точка, тогда since, с лета, с 1999, вот видите, там есть где отметить, вот если бы было время, да, такой шкалой у нас, то мы бы отметили точку. И вот так. Вот мой день рождения. И вот с моего дня рождения, или это, например, 1999, и вот с 1999, или это лето, и с лета. Но когда мы говорим for, это какой-то период ли времени? Да. For a long time. Абсолютно. София, абсолютно верно. For a long time, Кирилл, правильно. For a long time. For a long time. В течение недели. Я была там, например, в течение недели. Правильно, Людмила, Александр, правильно. Правильно, Катерина. For a week. Правильно. For a week. И в течение месяца аналогично. Правильно, смотрите, София, если одна неделя, мы ставим a, что означает одна. For a month. Абсолютно верно. Татьяна, Людмила, правильно. Дарья, правильно. For a month. В течение года. Леся, абсолютно верно. Виталий, правильно. В течение года. For a year. Аналогично. В течение года. Кирилл, смотрите, е, е, это согласный звук, значит, тут будет э, е, звук е. Согласны? И еще один момент хотелось бы отметить. Это Когда мы говорим, давайте я вам сейчас приведу пример, а вы почувствуете разницу. She has been to Italy. She has been to Italy. Кажется, похоже, да? А в чем же разница? Вот когда мы говорим been to, это был, но уже вернулся. Вернулся. А если? А если? А если ганн, has gone, то он уехал. ганчу ганту это уехал и еще не вернулся давайте сразу попрактикуемся не вернулся да то есть был побывал и вернулся аган это еще не вернулся и там и остался джим из он холидис джим из он холидис он уехал или был во франции можете написать одно слово мы знаем что это поэтому мы сокращаем да так как он джим на в отпуске для те могут быть каникулы джим джим в отпуске он уехал абсолютно верно дарья людмила анна француз правильный и хэс ганган ту вот эту ту надо запомнить ту франц ганту правильный айфон давайте следующее поправку hello hello я только что был в магазине и я купил много вещей я только что был магазине был и купил и наверное вернулся до айфон я согласно бинту айф джаст бин туда шоп был и вернулся и я купил много вещей евгений да короленко правильно правильно людмила бин и я купил много вещей до айфон да айф бот а лот оф тэнс тэнс том уехал он вернется примерно через час людмила правильно катерина правильно евгений правильно лена правильно айфон а где же ваше хэв вы это купили но связь настоящим вы только что купили если только что совершается это джаст бреди это обязательно это время сейчас к этому вернемся до тому ехал том хэз том хэз и он вернется через час то есть он не вернулся том хэз ган ган аут том вернется хил би бэк н н ауэр том уехал то есть он еще не вернулся he will be back in an hour абсолютно людмила правильно he will be back правильно александр короленко he will return можно и так короленко у вас час вот посмотрите это вы написали наш he will be back правильно евгений he has gone out правильно he will be back абсолютно верно людмила абсолютно верно давайте дальше you're going are you going to the bank ты собираешься в парк ты идешь в банк are you going to the bank нет я только что там была давайте я уже там была я уже была в банке ай-хав already already стоим перед основным глаголом already правильно людмила правильно людмила короленко правильно смотрите евген биндер без вот это и нато не нужно ставить биндер правильно да ай-хав ол-рэйди биндер правильно потому что уже вернулся правильно абсолютно верно то есть мы поговорили с вами так с этим вы решили уже если в present perfect мы употребляем never ever yet already just since for recently before то для прошлого времени мы используем yesterday вчера ago например назад год назад час назад last на прошлом на прошлых выходных в прошлом месяце в прошлом году действие не связано с настоящим и констатируется как факт хотя в present perfect у нас действие связано с настоящим периодом в котором оно происходит оно не закончилось и результат важен и в present perfect мы говорим this на этой неделе this week this year в этом году в этом месяце this month present perfect давайте здесь подпишем past past simple мы в present perfect не указываем время если хотим подчеркнуть значимость данного события например я была в англии как я была в англии я горжусь этим я была в англии я была в англии I have been to england I have been to england in 19 I was in england in 19 19 давайте эрейт да и в вопросах со словами правильно александр и вопросах со словами since since В past simple мы используем слова when, когда, и how long, если данный период закончился. Например, how long did he wait for you? И по simple мы используем, когда у нас действия идут за одним за одном. Как вот пришел, увидел, победил. Все это будет в прошлое время. I came, I saw, I conquered. I came, I saw, conquered. Вот отличие. Здесь связь с настоящим на этой неделе в этом году. Тут никак, здесь просто констатация факта на прошлой, вчера, в прошлом году. И нам не важен результат. Здесь нам не сказано, когда это было. Мы горды с самим фактом. Подчеркиваем значимость. А здесь указывается, когда это случилось, в каком году. И со словами. Since when, how long? When and how long? Давайте теперь попрактикуемся. Я сделал, давайте переводить, переводить вместе. Я сделал это упражнение раньше. В смысле, before. Сначала идет глагол. Правильно, Евген. Правильно, у Лена. I. Потом глагол have или has. И глагол с иди или третья форма глагола. Но здесь у нас глагол неправильный, поэтому смотрим в табличку. Do, did, done. I have done this exercise before. Правильно, айфон. Александр, Людмила, Катерина, правильно. Олена. Леся, правильно. Следующее. А давайте здесь посмотрим. I. Какой нам глагол поставить? This exercise. This exercise. This exercise. Two minutes ago. Я сделал это упражнение две минуты назад. Правильно, это уже будет did. I did. This exercise. Two minutes ago. I did. Катерина, правильно. Татьяна, Лена. Идем дальше. Следующее предложение. We. Здесь глагол go. Поставить нужную форму надо. To school. Since. Since. Помним, сегодня уже говорили, да? Since the first. From. Я ходил в школу с первого класса. iPhone только глагол здесь go. Ну вы правильно, да. Правильно, Татьяна. Правильно. Правильно. Дарья, правильно. И смотрите следующее. We. Опять глагол go в нужной форме. To school. Yesterday. Вчера. Мы пошли в школу вчера. Мы понимаем, что since это present perfect. Поэтому ставим have и глагол go, went, gone. Gone. А здесь мы видим, что это вчера. We went. Абсолютно верно. Go, went. Вторая форма глагола будет went. Кирилл, правильно. У Лена, Аня, Людмила, Татьяна. Правильно. Кароленко. Айфон. Правильно. Давайте еще один пример. You. Глагол see. A horse. Last week. И второе предложение. You. Глагол. Глагол у нас будет тот же see. Только у нас never. Never see. A horse. A horse. A horse. A horse. A horse. Правильно, Катерина. Правильно, Александр. Вера. Правильно. Со. Людмила, правильно. Кирилл. Если это было на прошлой неделе, все, оно уже на прошлой неделе случилось. See. Со. О. Вот глагол. Я видел лошадь на прошлой неделе. И здесь вот эти частички never, ever. Never. Значит, это present perfect. Даже думать не надо. You. Have. Never. Третья форма глагола. See. So. Seen. A horse. И давайте рассмотрим еще короткий ответ. Секундочку. Ты видел, Лили? Ты видел, Лили? Ты видел, Лили? Смотрите, это было в прошлом, да, но нам нужен результат. Мы не можем это перевести в прошлом, потому что нам нужен результат. Have you seen, Лили? Have you seen, Лили? И как? Да, Кирилл, правильно. И ответ будет yes. Хороший ответ будет yes. Yes, I have. Yes, I have. Или? No, I haven't. No, I haven't. No, I haven't. Has she moved to Canada? Has she moved to Canada? Правильно? Да. Правильно. 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 Катерина, Вера. Отлично. И ответ короткий. Лена, Лесси, айфон. Абсолютно верно. И ответ. Yes, she has. Или no, she hasn't. Hasn't. То, как у вас начинается вопрос, вот has или другой вспомогательный глагол, он будет в ответе. Как начинается вопрос, так заканчивается ответ. Have, have, has, has. Почему не did? Вот, Влад, абсолютно правильный вопрос. Почему не did? Потому что вы говорите в другом времени. У вас как начинается вопрос, так заканчивается ответ. Вот что надо понять. Если начинается, did you see her? Ты ее видел, да? Как мукой будет ответ? Yes, I did. Но если у вас спрашивают, have you seen her? Вы в этом времени с этим же вспомогательным глаголом вы и делаете ответ. В настоящем времени, значит, в настоящем, в будущем, в будущем. Вот какой вопрос, как начинается вопрос, так заканчивается ответ. Вы хотите спросить, а можно спросить, did she move без иди? Потому что did на себя взял эту функцию. Did she move to Canada? Разница в смысле, если это было в прошлом? И это вы констатируете как факт, да? Ну, наверное, можно, надо подумать. Нам сейчас нужно будет что-то дальше, какой-то результат, да? Она поехала в Канаду, и вот какой-то подразумевается связь с настоящим. или какой-то результат. Конечно, можно. В прошлом тоже можно. Ну, Present Perfect очень часто используют. Вам надо отработать все эти глаголы и подружиться с ним. Давайте попробуем еще перевести. Я сделала. Я не сделала это упражнение раньше. Я не делала это упражнение раньше. И я не сделала это упражнение вчера. Разница есть? Раньше это before. Мы знаем, что before мы используем только с present perfect. Правильно. Олена, Катерина, правильно. Правильно. I haven't done this exercise before. Я не сделала это упражнение вчера. I didn't do. Людмила, правильно. Дарья, правильно. Абсолютно верно. Айфон, правильно. Я не сделала его вчера. Нам помогают эти слова ориентироваться. Правильно. Лена, Константин, правильно. Катерина. I didn't do this exercise yesterday. Давайте еще попробуем. Он сказал сто минуту назад. Он не сказал этого еще. Давайте я вам помогу. He. Теперь сказал. Это глагол say. Давайте поставим правильную форму. That. Yet. Видите? Yet. Да? О чем он так говорит? Что это present perfect. И следующее. He. Тоже глагол say. That. A minute ago. Ago. Если. A minute ago. Вот это ago. Это прошлое. Все. Значит said. Все с прошлой это. А если yet, то это present perfect. He has said. То есть нам эти слова видите как помогают. Да. Правильно. Нам же отрицание. Правильно. София. He hasn't. Said that yet. And he. He. Didn't say. He didn't say that a minute ago. Let's go. Правильно. София. Катерина. Леся. Правильно. Лена. Короленка. Айфон. Абсолютно верно. Давайте следующее поставим или present perfect, или в past simple. You. Теперь. Here. This. Song. Before. Before. Eve. You. Тоже here. This song. Yesterday. Yesterday. Видите? Yesterday. Именно yesterday, вчера, на прошлой неделе, на прошлом году, это прошлое время. Правильно, Людмила. Вчера, значит, вспомогательный глагол. Did. Did you hear? Глагол остается неизменным, к нему ничего не добавляя в прошлом. Did you hear? Айфон правильно. Кирилл правильно. Она правильно. Таня, абсолютно верно. И здесь, before, значит, это present. Perfect. Have. Have you heard? Heard. Have you heard? Have you heard? Кирилл правильно. правильно. Константин, если вы используете did, значит, глагол будет в инфинитиве, без всяких окончаний. Правильно, Светлана, София, правильно. Айфон, абсолютно верно. Have you heard this sound before? Следующий пример. Тоже это будет вопрос. You. Ever. Ever. Когда-либо рисовал картину раньше. Вот это слово, ever, never, они должны вам сразу подсказать, что это present perfect. У нас будет. Это надо много раз повторять. И заучить эту конструкцию. Have you ever? Have you ever? Have you ever? drawn a picture before? Have you ever drawn a picture before? И следующее. You. Опять draw. По. Поставим в нужное время, нужную форму. A picture at the last lesson. a picture at the last lesson. Людмила правильно, София правильно. Кароленко. Кароленко, а вы глагол поставили в третью форму? Александр, правильно. Леся, правильно. Вера, правильно. Теперь на прошлом. На прошлом. Видите? Прошлый. Это правильно. Это у нас прошедшее время. Past. Вспомогательный глагол did. Did you. Глагол остается в инфинитиве. София. Draw. Глагол так остается. Draw. Did you draw? Он неизменный. A picture at the last lesson. Глагол в прошлом у нас не меняется. Людмила правильно. Have you drew? Have you ever? Если у нас present perfect, тогда у вас третья форма глагола. Draw, drew, drawn. А вы поставили have и вторую форму глагола, София. Виталий правильно. Did you draw? Правильно. Давайте еще один. Have you drawn? Короленко правильно. Did you draw? Правильно, София. Абсолютно верно. И давайте последний пример. Тоже это вопрос. They yet have breakfast. Breakfast. И то же самое. They have. Нужно поставить правильный глагол. Правильную форму глагола. Have. An hour ago. Час назад. Людмила, правильно. Смотрите. Людмила, вы, наверное, испугались. У нас иногда вспомогательные глаголы, они такие же, как и основные глаголы. Здесь, например, глагол have. Смотрите, у нас будет have. Это у нас вспомогательный глагол. Have you. И здесь у нас have, have, had, had. Но у каждого, у них have здесь и здесь у каждого своя функция. Это вспомогательный глагол, а это основной глагол. Так же было с настоящим временем. Смотрите. Что ты делаешь? What do you do? Что ты делаешь? What do you do? Do. Это первое do. Это вспомогательный глагол. А do. Второе. Это основной смысловой глагол. Так же и у нас здесь. Have. Это вспомогательный глагол. И он же может быть и смысловым глаголом. Ничего тут страшного нет. И во втором. Если это час назад, значит это прошлое. Правильно. Did you have. Правильно. Правильно. Катерина. Галина. Правильно. Светлана. Правильно. Александр. Короленко. Татьяна. 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 Айфон. To have breakfast. To have dinner. To have supper. Мы никакие артикли не ставим. Просто have breakfast. Did they. Татьяна. 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 Это устойчивое выражение. Употребляется без артикля. Did they have breakfast in Abergaard? Абсолютно верно. И давайте. Правильно. I found. Did they have breakfast? Did they have breakfast? Абсолютно верно. Давайте переведем. Могу я увидеть Джона? Могу ли увидеть Джона? Могу ли я увидеть Джона? Он уехал в Москву. То есть он еще не вернулся. Мы знаем, что если он не вернулся... Давайте, он уехал в Англию. He has... Наталья, а где же ваш глагол? Вспомогательный глагол вы взяли. Основной. Наталья, Кароленко, правильно. Дарья, правильно. Александр, правильно. Анна, правильно. Екатерина, правильно. Айфон, правильно. His... Мы знаем, что это сокращенно has. He has... Он не вернулся, правильно. He has gone... To... England мы взяли, да? England. Вы уже сделали это упражнение? Вы уже... Вы уже... Уже нам говорите, что это present perfect. Вы уже... 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 Нет, я только перевела 10 предложений. Нет, я перевела только 10 предложений. Правильно. Татьяна, Светлана, Айфон, правильно. Кирилл, Вера. Лена. Нет, я только перевела здесь предложение. No, I have just translated 10 sentences. Катерина, ну или just, или only. Светлана, правильно. Нет, потому что у меня же не короткий ответ. Нет, у меня дальше идет следующее предложение. Она же перевела 10 предложений. А вы хотите, чтобы я перевела, я не перевела. Спросили, вот ты уже сделала это упражнение? Она говорит, нет, я перевела только 10 предложений. Да, 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 насчет отрицания. Хорошо, что вы мне напомнили. Когда мы используем never. Прямо сейчас это и сделаем. Never. Вот Людмила сказала, no, I haven't. Да, так будет верно. И I have just translated 10 sentences. Смотрите, это после no, мы можем поставить no, I haven't. 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 И дальше I have just translated 10 sentences. А можно no, и дальше идет ответ. Так тоже можно. И теперь, когда мы используем never, никогда, мы его ставим только в утвердительных предложениях. Обязательно, это обязательно запомнить. Утвердительные. Хотя у нас он не переводится никогда, не, да, двойными отрицаниями, нет. Джек никогда не купает собаку. Нет, давайте, никогда не купал собаку. Мы знаем, что никогда это present perfect. Джек никогда не купал собаку. Джек has. Просто ставим never в утвердительное предложение. И оно у нас будет иметь отрицательный смысл. Has never. Купать, давайте. washed his dog. Абсолютно верно. Людмила, Александр, Катерина, Светлана, айфон. Айфон, вы глагол другой поставили, wasted. Вера, правильно. Наталья, правильно. Давайте следующий пример. Папа никогда не мыл машину. Никогда не мыл. Но у нас, может быть, только одно отрицание в английском. Можно и так, да, Короленко. Можно и так, да, Короленко. Вождь клинт и скар. Правильно. То есть отрицание одно. Они никогда не красили свой старый дом. Леся, правильно. София, правильно. И айфон, правильно. И давайте они никогда не красили. Paint, это краска. А красит, painted. Они, they, have never painted their, свой старый дом. Their old house. Короленко абсолютно верно. Смотрите, Наталья, если они, так даже, наверное, их дом, да, вы написали his. Француз, правильно. Леся, правильно. Правильно, Светлана. Софийка, правильно. Вероника, мы же говорим, что только одно отрицание. У вас два отрицания, это ошибка. Вера, будьте внимания. Мы в только утвердительное положение можем поставить never, и оно уже будет отрицательное. А у вас получается бутерброд, знаете, как вот масло с маслом. Такого бутерброда быть не может. Два отрицания никогда в английском быть не может. They have never painted, да. Виталий, правильно. Софийка, правильно. Да, только одно отрицание. Вот, на сегодня все. Скажите, пожалуйста, есть ли вопросы? Вы чувствуете разницу между present perfect и past simple? Чувствуете уже разницу? Легче стало? Хорошо. Сложно, да, работаем. Будет легче. Это, наверное, самое сложное. Самое сложное время, я так понимаю. Да, у нас еще будут сложные времена, главное их отрабатывать. Они все как бы связаны между собой. Сейчас нам нужно отработать present perfect. Сложно разобраться, но со временем будет легче. Новые нейронные связи, они тяжело формируются. Да, обязательно присылайте домашнюю, отрабатывайте, и будет становиться яснее и понятнее. И если у вас есть кто-то домашний, чтобы вы объяснили разницу, то это тоже хорошо. Когда мы объясняем, мы сами тоже понимаем. И, конечно же, учим глаголы. Спасибо, что были с нами. И до свидания. Goodbye. Thank you. Goodbye. Goodbye. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok